Я из города Мариуполя, я мама троих деток, я была управляющей в ресторане, муж работал на заводе Азовсталь. Я захопливал все фотографии, фотографировал Мариуполь, мешканцев Мариуполя. В каждой фотографии у меня есть своя история. Я продавала воздушные шары, у меня был свой бизнес, я занималась оформлением праздников, у меня был свой магазин. Обычная семья, которая строила какие-то планы, у которой были какие-то мечты, у которой в какое-то время просто это все оборвалось. О четверти ранку за 30 часам вернулся Путин. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Все, что оккупанты делали в Мариуполе, это уже за межой двери. Почали сгинути украинцы, начали гореть места, бомбить места, в том числе и наш Мариуполь. Особисто меня с Мариуполем связывает мой брат. Я сестра выполнения обязательства 36 окремовой бригады морской пехоты Сергея Волинского, позовный «Волина». Это моя опора. Да, раз к выводку, я успокоюсь. 27 марта меня задержали на блокпосту на выезде из города Мариуполь. Что это ты, кто такая, чего ты решила, что ты кого-то можешь спасти? Сейчас мы тебе объясним, где твое место. Я находилась в Еленовской колонии по протяжении 100 дней. Возглавлять колону машин 27 раз поездки в Мариуполь может только сильная женщина. Мариуполь – это такая очень большая хатинь. Очень большая. Даже в Вторую войну немцы не так ревнували Мариуполь, как сейчас это сделали расисты. Пока там влада России, ДНР, конечно, нет. Нема ходу по-за звонной досяжности во всех отношениях. Туди неможливо подзвонитись. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Не дійшлить из СМС-поведомления, а вы за телефону, будь ласка, пизднейше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущение съемок какого-то фильма. Ты не был актером в этом фильме. К сожалению, ты был реальным участником этих событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Події в Мариуполе цікаві. Я захоплювався театром, грав в виставах театральных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 24 лютого было гарно, комфортно, цікаве життя. Місто Мариуполь останніми роками це дійсно становилось все більш таким цікавішим. Це дійсно стала така собі вітрина Донбасу. Ми жили в самом центре міста, неподаліко від Драмтеатру, трохи вище площади Кирова. 3 березня 18-ти вечора почався обстріл, так і зовсім неочікувано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вниз, пускай! Все нормально? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добре, що я машину поставив перед входом. Вона так защитила нас! Ми сховались в коридорі, і, ну, дійсно, кожну мить ти сидиш, ти чуєш, що летить черговий снаряд, і думаєш, а чи не твій будинок, він прилетить. Будинки 50-100 метрів від нас, буквально, вони були обстріляні, були прямі влучання у будинки, були загиблі люди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А тепер смотрите, що люди самі придумали. Морк. В цей зданий отделений нової почты на Чаремшко складываю трупи, які в дальнішем вони самі ж будуть і закапувати. В ковре, в пленку. Це просто катастрофа. Люди закапують трупи своїх соседів у себе во дворе. Просто во дворе, бляді. У мене трьох дітей. Дівчі старше 16, 7 мальчику і 6 дівчі. Ми бачили, і мої діти бачили, коли трупи лежали на дорогах. І не по одному дню. Коли ми приїхали в будинку, там було більше трьохсот чоловік, сорок, наверное, діточок. Там було настільки темно, були пари світечек. Я, мабуть, не плакала до того момента, коли почалася авіація. Я завжди державася, я держава, я поддерживала остальних, жінки, дітей. Авиаудар відбувався на ПГТУ. Коли була сильна авіація, коли тресли стіни, і коли ми з мужем закривали собою дітей. Ми молилися, щоб или всіх зразу, або нікого. Я боялась, що, дай Богу, з нами щось злучиться, мої діти стануться. Или наоборот. Ми просто плакали. Вони скулили, як собачата. Вони нічого не говорили. Перші знімки я пішов робити якраз після того обстрілу 3 березня. Ми з дружиною вирішили пройти, подивитися наслідки обстрілу. Я взяв собою автопарат. Ми ходили по дворах. Я знімав, але знімав не тільки руйнування будинків, але знімав людей, їх реакція на це все. Коли закінчувалися продукти, вода закінчувалась, було дуже важко. Ти розумієш, що тобі завтра нечим буде кормити дітей. Вроде б, як є гроші, але ти нічого не можеш купити, нічого не працює. Ми по складам, по яким-то ходили, там, собирали якісь гнилі овощи. Ми дуже радувалися, коли йшов дощ. Ми там могли поставити якісь місці, вєдра, щоб собирати ту ж воду. Ну, це, до речі, так люди робили собі воду. Випав сніг, було холодно, але це була додаткова вода, якої вже не вистачало тоді. Люди збирали сніг, топили його і якусь там отримували водичку. Навіть з машин зашкрібали його. Я вам казав, що я знімав людей біля нашого будинку, коли вони готували їжу. Це теж, що люди набирають у калюжі воду, щоб була хоч якась вода, бо без води воно було якось так. Чомусь я все ж таки був впевнений, що це все скоро закінчиться. У нас на цей час вже не було ні світла, ні газу, нічого, ні води. Але вони були на основі достатньо так позитивно. Хтось там з урну робив клічі, хтось там з камінців. Все, що потрапилось під руку, шло там. Ось люди там. До речі, дуже цікаво було, такі були, ну, одразу було видно, в яких під'їздах люди живуть дружно, а в яких не дуже. З дитворою. 7 марта. Ось так от. Вчера вечером відключили газ. Тому викручуємося, як можемо. Я пам'ятаю, як 8 березня я йшов містом і побачив, там неподалік від нас був магазин, де продавали квіти. І українські військові, незважаючи на те, що йде війна, вони вирішили подарувати квіти жінкам у шпітелі. Вони загрузили, ось якраз оцей момент, це ось один з цих хлопців. Він загружає квіти в автомобіль, щоб везти їх до шпителю. Але, на жаль, цього хлопця вже немає в живих. А того яскравого бородача, який якраз ставить квіти, він намагався випласти на човню це засталі, і в човен влучила ракета. Це город смерти. Настільки, наверное, там витає запах смерти. Город весь черний, навіть дерев'я, зелень не скрыває цього всього. Все дома черні, все разрушено. В глазах у людей печаль. Люди вживають, як можуть. 15 марта ми в'їхали. Це були перші випадки людей, 13-14, коли люди, по собственному желанню, і по мнимому такому зеленому коридору, договірностей не було ніяких, і люди в'їжджали. Але нам в'їхати не на чому було. Так як 9-го була ж авіація сильна, і ми залишлися без машин. Але нас вивезли волонтери. І після цього ми, коли в'їхали, ми з мужем дали слово, що якщо ми вийдем, будем живі, то ми будем допомагати таким же, як і ми, люди. І так в'їхали, що ми з мужем стали волонтерами. Грузимо два бусіка на Мариуполь. Ось так, ось так, ось так, ось звідно, ось ні. Мені більше хочеться знімати, все ж таки, незважаючи на все, щось таке позитивного. Навіть у цей час я намагався якось показати, що навіть у час війни оце діти, вони просто прибирали шкло, яке там насипало після обстрілу. Про цих я можу сказати, що вони живі, здорові. Ви підтримуєте зв'язок з цими людьми, який на фото? Взагалі, тільки от з деякими. Там була дівчина одна на фото у мене. Тільки вчора я дізнався, що вона вийшла з полона. Є така чудова дівчина, вона займалася в Мариуполі святами, вона займалася повітряними шарами в Мариуполі. Ось, до речі, вона. Так, Анна Ворошева. Це було останнє фото, коли ми з неї бачилися. Музика 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 Еще рано туди. Ну, это как раз эта веранда, где меня тогда накрыло. Мне всегда сказали, что у меня, мабуть, очень хороший янгол-охоронец. Не знаю, может так. Мне кажется, что для них вообще было ничего. Как мне, во время встречи с тими шкадировцами, сказал один из них, что тут ходишь, у нас приказ стрелять без предупреждения. Никто не знает, сколько людей осталось под руинами. Когда Россия говорит, что под драмтеатром осталось всего 12 людей, ну, как можно этому поверить? Когда ты знаешь, что в драмтеатре находилось около тысячи людей на тот момент. А сколько людей погибло под домами, когда бомбили жилые кварталы, то никто не считал этого. Поэтому, так, ну, приблизно, скажут, там, 30 тысяч загнули, а может быть, больше. Я стикался с людьми, которые сказали мне, что так, в 2014 году я поддерживал, або поддерживал, были женщины, мужчины такие, Путина, так, я этого не скрываю. Но после того, что я увидел сейчас, что он строил с Марьевополем, я не мог такое уявить. Путин пришел в Марьевополь и знаешь, что Марьевополь. Сейчас тяжело найти семью в Марьевополе, которая не знала втрат своих родных, своих родных, або кого-то друзей. Возьми. Возьми. Субтитры подогнали Симон. Солдатар есть? Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. тебе раздеваться до гола вещи из которых выдергивается вырываются шнурки и все то есть спарывается никакой презумпции невиновности вообще не идет речь со мной не ведут себя как с пленной со мной не ведут себя как с гражданским человеком там просто одна яростная ненависть просто к факту твоего существования потом тебя ведут руки за спину тебя ведут по коридорам и передо мной открываются двери камеры которые видела до этого только в кино открывается дверь тебя туда вталкивают и за тобой захлопывается дверь этот звук захлопываешься двери тоже будет стоять на ушах попадаешь закрытое пространство абсолютно создается атмосфера такого квази пространства такого пространства абсурда где ты теряешь течение времени еленовская колония первый прием пищи тоже был про осознание где ты находишься это алюминиевая миска она не мытая на грязная заключенных порядка 400 человек именно в этом блоке а мисок 25 30 и по все едят из одной и той же миски она не моется в нее просто снова накладывается еда в ней складывается вот так ступкой грязное дно грязного содержания вот эта липкая вот эта вот штука в нее снова ляпается что-то и тебе дается страх глобальный это когда за твоей камерой за дверями той камеры происходит избиение людей и как плачут мужчины и как они вымаливают пощаду к этому невозможно было привыкнуть вообще то есть с тобой ты же не в какой-то пиратской стране ты с этими людьми разговариваешь на одном языке они точно понимают что ты их моляешь но это не работает и беспомощность абсолютно что это может быть навсегда человек который может прямо здесь потерять жизнь когда мы были в кпз мангушского рвд там были ребята которые были на тот момент из местных административно задержанные пришли однажды за ними сказали нужно два человека на работу ребята обрадовались возможности отработать админ нарушения но когда они ночью их привезли в два часа ночи на них не было лица приезжали розовые машины сваливались трупы и эта куча сортировалась на мужчин женщин с татуировками без татуировок присваивали номера этим трупом брали срезали с трупов ногти помещались в пакете кучами были люди вот которых собирали из мариуполя из пригорода из зоны боевых действий два-три метра кучи на протяжении всего ангара гробы заколачивались и эти гробы тоже снова куда-то первые перемещения с кпз в кпз мангуша до кучаевска я этого еще не осознавала я ждала что это сейчас что-то выяснится что-то случится и каким-то образом я человек который не имел отношения к войне к военным действиям никакого вообще никогда поэтому я надеялась ну когда я пошла по коридору когда я села в автозак когда меня посадили когда меня привезли к воротам и выезды до Донецка сейчас 29 апреля меня вызвали в штаб колонии и вручили постановление о моем задержании новом от 27 апреля якобы 27 апреля меня задержали в Аллавахском районе я задерживаюсь на 30 дней в Еленовской колонии по обвинению в террористической деятельности мне было объявлено что я сейчас прихожу статус военнопленных и буду находиться в колонии до конца войны я несколько раз уже подписывала новые протоколы у меня несколько раз уже как бы была дата в документе написанная в которой я выхожу и каждый раз это изменялось я таких протоколов подписывала три штуки я себе дала обещание не надеяться нас пытаются освободить когда-то однажды это случится зеркало здетей зеркало зеркало сом an зеркало зеркало Сергея говорила по телефону, по відеозвязку. Син Сергея, ему 5 лет. Он родился во время войны, и он привык к тому, что папы и тата часто не имеют дома. Тато ездит на выдержание. А как там Сашка? Он постоянно спросил, когда мы вернемся домой. Он помнит, что папа ему обещал, что он за ним приедет и ждет. И он хочет с ним поехать на море. Я понимаю, что моя функция в его жизни – это просто быть. Обнимать, целовать, нежить, баловать. Это все до дружины и сыночка, до маленького. Мы с ним занимаемся. Мы уже изучили алфавит, он умеет писать. И первое, что он смог сам написать – это листа до тата. Он написал «Поддержка Маріуполю». «Папа, я тебя люблю». И намалював флаг Украины. Если бы мы хоть на минуту, хоть на секунду услышали его голос, мне кажется, я бы поняла, что его все хорошо или все хорошо. 4-го июля я услышала, что заходят конвоиры на второй этаж, где содержались ребята-волонтеры. И начинают перечисляться фамилии. Фамилия с вещами на выход, фамилия с вещами на выход, фамилия с вещами на выход. И я только загибаю пальцы. Кто? Сколько? Я понимаю, 18 человек. Я понимаю, что их там больше. Их там 21. Я 22-я. Я понимаю, что не все. Вся колония – это момент такой тишины, звенящий, когда с вещами на выход тишина во всей колонии, во всем этом здании ДИЗО. И они спускаются по лестнице, несколько конвойеров. И он говорит вслух, и мне нужна еще одна девочка. Я уже дальше не слышу ни фамилии, ничего. Я начинаю с фееричной скоростью собирать свои вещи. И тогда открывается кормушка. Аня, Аня Ворошева, до дому. Ты едешь до дому. Всем привет. Все целые и здоровые. Сейчас будем пить кофе, отдыхать и обязательно с вами связываться. Спасибо за то, что вы делали все для того, чтобы мы сегодня были вас с вами. Спасибо. Мы проезжали по трассе из Бердяна в Запорожье. И первый КПП с украинским флагом. Ребята за селу. Наш яркий желтоблокитный прапор. Мы просто кричали «Слава Украине!» Мы кинулись. Они говорят «Ребята, так, тихо-тихо, вы кто?» А мы прям ходим обниматься и ликовали его, конечно. В 62-й годы вы были в Мариуполе. Так, мы очень долго не могли выехать, действительно. Мы, наконец-то, все-таки смогли выехать. Извините, хотя до последнего, не верили в это, что это может быть. Мы три часа пытались выехать на Запорожье эвакуационными колонами, зеленными коридорами. Россия каждый раз взрывала все домовленности. И мы должны были возвращаться ни с чем. Мы начали шевкать перевозника какого-нибудь. Кто не имел своего транспорта, они там платили гроши. Ну, мы там по две тысячи людей заплатили. И нас обещали довезти до Запорожья. И такую колону мы вырушили. По трассе там действительно было очень много переверок. Мы проехали, мабуть, блокпостей в 15. На каждом переверяли документы, телефоны. Открывали там багажник, дивились особисті речі. Ось зі мною були мої фотоархіви. Хоча дійсно ризик був, але все ж таки я зробив деякі такі речі, які сподівався, що мені допоможуть. Я так в житті ще граю в театр. Я так намагався зіграти роль такого дідуся. Я тоді ще був такою з бородою, худий. Коли він заходив в автобус і пальцем тикав так. Ти, 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 ти на вихід, на перевірку. Мене тільки одного разу вивели і все, більш мене не шпали. Але оці хлопці, яких виводили, їх теж кожного разу роздягали, перевіряли ноги там, показували тіло. Перевіряли ретельно дуже їх телефони, там речі. І, ну, найголовніше, що якби там, що в тебе телефоні було, вони відкрито казали, плати гроші. 500 гривень була така такса, квиток такий на проїздних. Я коли тільки виїхав з Маріуполя в Токмак, тоді в мене з'явився хоч якийсь зв'язок. Ми вже схопили за телефони дзвонити дітям нашим. Потім ми доїхали до першого українського блокпоста, коли побачили ці обличчя наших хлопців. Вони зовсім інші наші хлопці. Заєзаєм під Åкорони, з'явитись в шокі. Зараз зайдźючись. Заєзаєть, що перша колона, да, а хто на чо мов Thursday на чом мовіт. Вхай приїхали. Мариуполь. Мариуполь, отлично! Зземляки! Вийшли в 6 утра, з Мариуполя. Вчера. Вчера. Вчера выехали. Здорово, где? Только сегодня. Я до сих пор не могу привыкнуть. Я каждый раз хожу по городу, там, либо едем, вот там, туда-то, туда-то. Я не могу на это все. Трупами гоняет. За байками стоишь в очереди. Везде очень. Там три тысячи какой-то. Ходишь пять дней, просто, ну, жалко смотреть на людей. Что, у меня была школа. Значит, я давно держалась, не плакала. Это что-то, это жалостно. Мы сильные, мы сильные девчата, мы выжили, значит, это, да, это надо было. Все хорошо, да. Именно наши в Мариупольске, это просто отдельная какая-то вот каста. Ну, это вот родные, близкие, хочется обнять, хочется поцеловать, им сказать, что спасибо, что вы выжили, действительно, спасибо, что вы выбрались. Пойдем обниматься. Пойдем обниматься. Это наш в Мариупольске. Пойдем. Я еду в Киев, после Киева я поеду в Европу на встречу с родными. У меня смогли выехать в Нидерланды мама и дочь. Я сказала, что я хочу съесть торт Наполеон. Она говорит, я пока выбираю рецепт. Я представляю, как будем бежать на встречу друг к другу, как, ну, просто, наверное, все будем рыдать. Главное, что ты вот этот огонек, что ты в сети, что ты живой и что ты на связи, что ты можешь позвонить, и там скажут «Ало». Мы вспомнили, как часто мы не звонили своим мамам. И все вот эти человеческие ценности... Спасибо. А вот как вы являетесь в первую встречу с Сергеем? У меня есть два варианта первой встречи. Первая – это когда мы встречаем Сергея всей семьей. Руслана и Саша обнимают Сергея первые. Но я их очень просила делать не очень долго, потому что я так же хочу обвинять. А второй вариант встречи с Сергеем – это когда я одна. И я одна, я могу его обвинять. И я не знаю, мне кажется, что слова там будут заявлены. Город отстроят заново. Конечно, это будет уже не тот Мариуполь, каким он был. Но это будет современный, красивый город. Возможно, он даже будет лучше, чем он был раньше. Но для меня это уже не будет тот город Мариуполь, к которому я привык. Тот город, к которому я прожил всю свою жизнь. Ну, возможно, возможно, я вернусь с него. Возможно. Если этот город примет меня, и если я смогу принять его таким, каким он станет. В моей памяти Мариуполь мирным, он не останется в моей памяти. Он останется в моей памяти разрушенным. И у меня перед глазами стоит воронка 66-й школы. Эти костры. Добывание воды. Ужас в глазах людей. И, конечно же, бесконечная грусть за наше море. Люта Зарбовна, слетом. Субтитры создавал DimaTorzok